Опасна ли тубулярная аденома с низко-высокой дисплазией по гистологии? Если она у вас была уже удалена, то она уже в любом случае не опасна, потому что ее нет. С точки зрения злокачественного перерождения, тубулярная аденома несет в себе определенный риск перехода в злокачественную опухоль, но обычно на это уходит достаточно много времени. Нельзя себе представить, что обязательно все тубулярные аденомы в толстой кишке, которые образуются, обязательно все из них превратятся в рак. На самом деле нет. Это, знаете, как... Ну вот мне сейчас пришла в голову такая аналогия, что у многих людей на зубах есть какие-то там темные пятнышки. Это, ну, по сути, как бы такой предкариес. Действительно ли у всех людей вот этот предкариес обязательно превратится в кариес? Да нет, потому что, во-первых, это занимает достаточно длительное время. Если человек будет продолжать питаться продуктами с высоким содержанием сахара, если не будет ухаживать за полостью рта, а пользоваться зубной щеткой, зубной пастой, то вероятность того, что из маленького пятнышка на зубе получится такое достаточно выраженное кариозное поражение, вероятность этого очень высокая. А если человек будет пользоваться зубными пастами, которые укрепляют зубную эмаль, то он, в принципе, может даже развернуть этот процесс в обратную сторону. То, что касается полипов кишки и тубулярных аденом, да, в них с большей вероятностью могут произойти определенные генетические изменения, которые приведут к развитию злокачественной опухоли. Но, опять-таки, это только вероятность. У некоторых людей, у которых есть еще другие генетические предрасположенности, какие-то гены про-онкогены, это те гены, которые способствуют развитию онкологического процесса. Или, наоборот, гены, которые препятствуют развитию онкологического процесса, они не работают, они заблокированы. Вот в такой ситуации вероятность того, что какая-то случайная мутация, которая случится в этой тубулярной аденоме, не будет замечена иммунной системой и даст ход развитию злокачественной опухоли, вот в такой ситуации такая вероятность, она больше. Но, опять-таки, это только вероятность. Это далеко не 100% то, что у всех людей так будет. У кого-то чаще всего опухоли в толстой кишке образуются именно в более позднем возрасте, после 70, после 80 лет, именно из-за того, что просто накапливаются определенные мутации с течением жизни, и некоторые из них могут привести к развитию злокачественной опухоли. Но бывает, что рак толстой кишки развивается и у более молодых людей, и в 30 лет, и в 40 лет, и в 50 лет. Поэтому самое главное – это отслеживать возникновение тубулярных аденом, удалять их из просвета толстой кишки, чтобы не думать и не мучиться, что вдруг из них что-нибудь вырастет. Если ее нет в организме, то и никакого риска развития рака, соответственно, тоже нет. Продолжение следует...